Продолжаем чтение книги к истинному православию Игнатия Тихоновича Лапкина. Тема к истинному крещению, часть четвертая. Ибо лоскудело преподание благодати, потому что пресеклось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от отцов и через возложение рук их имели дарование духовное. Но отторженные, соделавшиеся мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать и не могли преподать другим благодать Святого Духа, от которой сами отпали. Почему приходящих от них к церкви, как крещенных мирянами, древние повелевали вновь очищать истинным церковным крещение. Но поскольку некоторым Васе решительно угодно было ради назидания многих принять крещение их, то да будет оно приемлемо. Подавает же нам усмотреть злоохищрения энкротитов. Они дособлюдают себя неудобоприемлемыми для церкви, умыслили, предускоряя совершать собственное крещение, через что и собственные свой обычай изменили. Итак, поскольку от них ничего ясно не изречено, думаю, что прилично нам отвергать их крещение, если бы кто принял от них оное, такого приходящего к церкви, крестить. Но если сие может быть препятствием общему благосозиданию, то паке подобает держаться обычая и следовать отцам, благорассмотрительно устроившим дела наши. Ибо я опасаюсь, чтобы нам тогда, как хотим удержать их от поспешного крещения, не оттолкнуть спасаемых строгостью отлагательства. Если же они сохраняют наше крещение, сие да не устыжает нас, ибо мы обязаны не воздавать им за то благодарность, но покоряться правилам с точностью. Всемерно же да будет установлено, чтобы после их крещения приходящие к церкви были помазуемы от верных и так приступали к таинству. Впрочем, ведаю, что братья Зоина и Сатарина и Сатурнина, бывших в их обществе, мы приняли на кафедру епископскую. Почему соединенных с их обществом уже не можем строгим судом отчуждать от церкви, поставив принятием епископов как бы некое правило общения с ними? Василий I. И крещенных еретиками должно перекрещивать. Апостольское правило 47 и 68. Цитата Обращающихся от ереси так называемых фригов хотя бы находились в унимом у них к лире и величайшими именовались. Со всяким тщанием оглашайте и крестите епископам и присвятерам церкви. Владыкийский собор 8 правило и правило Василия Великого 1. Еще цитата Дневников или Тетрадитов и Аполлинаристов, когда они дают ракописание и проклинают всякую ересь, не мудрствующую, как мудрствует Святая Божия Кафолическая Апостольская Церковь, приемлем запечатлевая, то есть помазуя Святым Миром, во-первых, чело, потом очи и ноздри и уста и уши, и запечатлевая их глаголем «печать дара Духа Святого». Евноминиан, Евномиан же, единократным погружением крещающихся, и монтанистов, именуемых здесь фригами, и савелиан, держащихся мнение о сына Отечестве, и иное нетерпимое творящих, и всех прочих еретиков, ибо много здесь таковых наипачи, выходящих из галатийской страны. Всех, которые из них желают присоединены быть к православию, принимаем как язычников. В первый день делаем их христианами, во второй – оглашенными, оглашенными, потом в третий – заклинаем их с троекратным дуновением в лице и в уши. Итак, оглашаем их и заставляем пребывать в церкви и слушать Писание, и тогда уже крещаем их. Второй Вселенский Собор, седьмое правило, шестой Вселенский Собор, девяносто пятое. То есть в древней церкви без оглашения, без слушания Писания не крестили, то есть крещение отлагали. Дальше. Крещение раскольников должно принимать правила Василия Великого Первого. Без сноватого не крестить, пока не освободится, или лишь при конце жизни. Тимофею правило второе. Жену оглашенную, если ко дню крещения приключится ей обычная жена, не крестить, доколе не очиститься. Тимофея шестое правило. Приходящих к крещению тщательно исследовать, ради чего пришли креститься, житие и нрав их узнавать. При худом свидетельстве о нем Господина его, да будет отвержен, доколе явится, достоин Господину своему. То есть, видимо, на работу приходили, спрашивали, какой работник, если, говорит, ленивый, то и не крестили его, покуда не исправится. Далее цитата. Оглашенный три лета, да получается, если же будет почаев, то есть усерден почиться, да будет приятен, принят. Не времени воссмотрим, но обычая. Апостола Павла, правило 14. Сейчас ни веры, ни жизни крещаемого не спрашивают, было бы заплачено. Квиток на руках есть? Сии же правила должны быть внушаемы при рукоположении, дабы не поступали против их. Карфагенский собор, 25 правило, Антиохийский собор, 20 правило. За нарушение правил и извержение Исана, Анафима. Об этом говорит 7-й Вселенский собор, правило 1-ое. 6-й Вселенский собор, правило 2-ое. Содержимое в древности должно соблюдать Карфагенский собор, 3-е правило. Притворно делающихся христианами в общение и в церковь не принимать, и детей их не крестить. Вот были еще и такие, что притворялись. А детей крестили, чтобы не болели. И вот такое крещение, оно потом, а потом, когда они уже, допустим, в возрослом состоянии захотели истинно креститься, обратились, стали оглашенными. То крещение принималось за недействительное, раз они притворялись, без веры делали. 7-й Вселенский собор, 8-е правило. Апостольское и божественное правило подвергает извержению священников, дерзающих бить верных согрешивших или неверных нанесших обиду. Апостольское правило, 27-е. Были еще и такие, что вбили. Ухитряющиеся угодить своему гневу и превращающие апостольские установления, разумеется, только обьющих собственноручно. Хотя оное правило ничего такого не знает. И правый смысл так понимать не попускает. Ибо поистине было бы нерассудительно и весьма погрешительно, если бы нанесшие собственноручным биением три или четыре удара подвергая был извержению, а между тем по данной свободе бить посредством повеления, простершие истязания до жестокости и до смерти, оставался бы ненаказанным. То есть они могли сами не бить, а другому поручить, и поэтому вроде как их и не наказывать. Итак, поскольку он им правилом определяется наказание за биение вообще, то и мы согласно определяем, подобает бы священнику Божию вразумлять неблагонравного наставлением и увещаниями, иногда же и церковными эпитемиями, а не устремляться на тела человеческие с бичами и ударами. Если же некие будут совершенно непокоривы и вразумление через эпитемии непослушны, таковых никто не возбраняет вразумлять преданием суду местных гражданских начальников. Ибо пятым правилом антиохийского собора постановлено производящих в церкви возмущение и крамолы обращать к порядку внешнюю властью. Вот у нас с Романом был такой случай малышом, когда он паспорта начал жить, говорит, что Россия это не место есть здесь, должна на этом месте быть другая, то есть смуту стал наводить политическую. Обратились к властям, к внешней, в полицию и его депортировали на Украину. Ибо не должны быть вводимы новости вопреки писаниям и церковным правилам. Сие же пишем, поставляя преграды не тем, которые в цели Божией по Писанию подвижничество отжелают, но тем, которые подвижничество приемлют в повод гордости, возносятся над живущими просто и вопреки писаниям и церковным правилам вводят новости. Таким образом, мы и девство со смирением соединенное чтим, и воздержание с честностью и благочестием соблюдаемое приемлем, и смиренное отшельничество от мирских дел одобряем, и брачное честное сожительство почитаем, и богатство с правдой и благотворением не уничижаем, и простоту и малоценность одежд, употребляемых только моральми по печенью от щели, а теле неизысканного похваляем, а из неженого в мягкой одежде хождения отвращаемся, и дома Божьи почитаем, и собрания, бывающие в них, как святые и полезные приемлем, не заключая благочестия в домах, но почитая всякое место, созданное во имя Божие, и хождение в Церковь Божию на пользу общую приемлем, и избыточествующие благотворения братьей по преданиям посредством Церкви нищим бывающие ублажаем. И, да скажем вкратце, желаем, чтобы были в Церкви все принятое от Божественных Писаний и апостольских преданий. Ганский собор 21 правило, Первый Вселенский собор, правило 2. По нужде и другим побуждениям человеков многое происходило в древнее время не по правилам Церкви, но впредь такого ничего не должно быть. Первый Вселенский собор, Второе правило. Из действующих ныне 719 правил Вселенских и Поместных соборов, и Святых Отцов, эти правила должны регламентировать всю церковную жизнь. Из этих правил 719 и 413, то есть 57% их ежедневно, умышленно, целенаправленно нарушаются и считаются как бы несуществующими. Может ли епископ, или патриарх, или даже синод заставить священника поступать вопреки правилам Святых Соборов? Вопрос. Никогда и никому сие не позволяется. Шестой Вселенский собор, Второе правило, Седьмой Вселенский собор, Первое. Православные члены Клира свободны от подчинения отступившим от православия епископам. Цитата. Если же которые, епархиальные епископы, не присутствовали на Святом Соборе и в отступлении приняли или покусяться принять участие, или подписав извержение неистории, перешли к отступническому сон-мещу, таковым по изволению Святого Собора, совершенно быть чуждым священства и изверженным со своей степени. Третий Вселенский собор, Второе правило. Слечи двукратный собор, Правило 15, что значит отступивший от православия, поступающий вопреки священного писания, священного предания, вопреки соборным правилам святых отцов. Святые отцы под страхом отлучения запретили толковать Библию по своему разумению, вопреки учению православной церкви. Предстоятели, цитата, «предстоятели церквей должны во вся дни, особенно же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов». Если будет исследуемо слово Писания, то не иначе-то изъясняют оное, разве как изложили святилые учители церкви в своих писаниях. И сими более доуставеряются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. «Ибо через учения вышевеченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугам неведения, но внимание учению побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение». Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое и девятое правила. «Важность постановлений соборных». Цитата. «Дело, вопреки постановлениям церковным и правилам святых апостолов, нововводимое и посягающее на свободу всех, возвестил боголюбезней соепископ Ригин и сущие с ним благоговеннейшие епископы Кипрской области Зенон и Ивагрии. Чего ради, поскольку общественные болезни требуют сильнейшего врачества, как больший вред приносящие, и особенно если и древнего обыкновения не было, чтобы епископ Града Антиохии совершал поставление в Кипре, как письменно и словесно возвестили нам благоговеннейшие мужи к Святому Собору пришедшие, то начальствующие во святых кипрских церквах да имеют свободу без притязания к ним и без стеснения их по правилам святых отцов и по древнему обыкновению сами собою совершать поставление благоговеннейших епископов. То же дособлюдается и в иных областях и повсюду в епархиях, дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал власти на иную епархию, которая прежде и сначала не была под рукой его или его предшественников. Но если кто простер и насильственно какую епархию себе подчинил, да достоную, да не приступаются правила отцов, да не вкрадывается под видом священно действия надменность власти мирской. И да не утратим по малу и по малу неприметно той свободы, которую даровал нам кровью свою Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков. И так всякому и Вселенскому собору угодно, чтобы всякая епархия сохраняла в чистоте и без стеснения сначала принадлежащие ей права по обычаю и издревле утвердившемуся. Каждый митрополит для своего удостоверения может невозбранно взять список сего постановления. Если же кто предложит постановление противное тому, что ныне определено, угодно всему святому и Вселенскому собору, да будет оно недействительно. Третий Вселенский собор, восьмое правило, и Первый Вселенский собор, правило второе. Апостольское правило сорок седьмое делает огромное различие крещенных священниками от крещенных не священниками. Цитата. Епископ или пресвитер, если имеющего истинное крещение вновь окрестит или окрещенного нечестивыми вновь не окрестит, да будет извержен, как осмеивающий крест и смерть Господню и не различающие священников от несвященников. Древние положили принимать крещение ни в чем не отступающее от веры. Василия, правило первое. В Духовном Луге издание Троицкой Сергея Лавры 1915 года, страница 176, описан случай, на который так любят ссылаться мочители лбов, что, дескать, достаточно и одной капли воды, и даже слюны, и даже песку можно присыпать, и будет это все равно подлинным крещением. Ни в житиях, ни в правилах нет такого утверждения. И вот как выглядит в действительности это и случай с присыпкой песком. Идя по пустыне, монахи обратили к вере молодого еврея, который потом тяжело заболел. Братья, в кавычках, крестили его песком, а когда пришли к епископу Дионисию, этот велел крестить в кавычках крещеного песком еврея в воде, ни во что признав крещение песком. Если человек не имеет достоверных доказательств, что он был в детстве крещен, то должен, ни мало не сомневаясь, принять крещение, хотя бы оно могло показаться вторым, при недоказанности детского крещения. Шестой Вселенский Собор правило восемьдесят четвертое. Цитата. Последуя к экономическим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Двоеточие. «Каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, что крещены суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их, да таковое недоразумение не лишит их очищения толикою святынию». Здесь же в Духовном Луге на странице 195 глава 198 описывается случай. Цитата. «Афанасия Великого спросили, можно ли считать крещенными тех, кто, не веруя на самом деле и лишь притворяясь верующим, и спросил себе крещения по каким-то посторонним обстоятельствам? Как нынче, почти в 99 случаях из 100 крещение совершается по ложным причинам. «Послушайте», отвечал Афанасий Великий, «что говорят старцы, когда была сильная смертность, многие без околичности принимали святое крещение, из страха смерти». Блаженному мученику Петру явился некто в виде ангела и сказал, «Доколе вы будете посылать сюда запечатанные мешки, но совершенно пустые, без всякого содержания внутри? А ныне же эти мешки и не запечатаны так всюду, так как всюду идет не истинное крещение, омощение макушки головы, потому мешки наполнены дерзостью, самостью, неверием, ложью, невоздержанностью и всеми плотскими делами». Еще цитата. «Для тех, чья жизнь после принятия таинства остается такой же, как и до принятия таинства, чья душа не свергла себя страстных нечистот», говорит Григорий Низкий, брат Василия Великого. «Врождаемым немало не оказалось дара Святого Духа, ибо Христос, соединивший с собой с Богом человека, соединяет только то, что достойно соединиться с Богом. И для таковых даже полное погружение в воде ничего не дает. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Римляна 8, 9. «Был сухой грешник, теперь стал мокрый грешник». Дьякон Филипп сошел в воду с Евнухом. Книга Деяния 8, 38. «Вот выдержки из православного вестника окруженного послания Никифора архиепископа Славянского и Херсонского 1754 года». Цитат. «Церковь православная везде и всегда крестила и крестит только через погружение. А что и во всей Малороссии и Украине прежде таким же образом крестили младенцев, в том нет никакого сомнения. Святой Владимир и царствуя в Киеве принял веру и все обряды церковные у греков заимствовал, которые прежде и теперь крещают через погружение». Странным кажется после этого, что те, которые имели учителей греков и которых крестили греки, крещаются теперь не через погружение. Впрочем, думаем, не без основания, что крестить посредством обливания стали первоначально в Киеве, а потом и по всей Малороссии. Такое отступление произошло с того времени, когда униаты завладели киевской митрополией. В Римской церкви до XII века крестили посредством погружения, а потом начали крестить не только через обливание, но и через окропление. Из всего следует, что из всех православных одни только малороссы, украинцы, отменив погружение, крещают посредством обливания. А это самое подало случая раскольникам обличать нас в том, что мы пренебрег же преданиям святых апостолов, которые без перемены содержатся во всей православной церкви, последовали обычаю папистов, католиков, которые в числе различных неправильных отменений дерзнули переменить святое крещение. Божественный апостол Павел весьма похваляет коринфян за сохранение преданий сими словами хвалю хвалю же вас братья что все мое помните как я передал вам и держите предания 1 коринфянам 11 глав 2 стих и 2 послание фессалоникийцам 2 15 открою второе послание фессалоникийцам 2 15 да так же повторять и так братья стойте и держите предания которым вы научены или словом или посланием нашим нужно держаться было старых обычаев когда полное погружение крестили а вот на Украине пошли иным путем способ крещения посредством троекратного погружения есть предание апостольское которое твердо и беспрекословно сохраняет вся православная церковь от времен апостолов даже до сего дня а какая опасность угрожает если что либо из преданного во святом крещении будет опущено об этом довольно ясно говорит святой Василий цитата беда бывает когда кто-либо умрет без крещения или когда будет что-либо упущено из преданного при совершении крещения для чего же мы делаем упущение в столь важном деле почему и мы не сохраняем всего святого и апостольского предания крещения через погружение да не уклонится сердце моё к извинению дел греховных псалом 144 стих повинующимся и охотно имеющим исполнить это наше повеление обещаем Божие благословение вечную славу и наше пастырское благословение православный вестник 1989 год июнь июль 25 26 номера страница 12 на сегодня все спаси Христос за внимание с Богом спаси Христос Христос